Депутаты Государственной Думы настаивают на ужесточении правил перевозки пассажиров в ночное время. Поводом для этого стала печальная статистика аварий с участием автобусов. Насколько эта тема актуальна для Новгородской области, выясняла Светлана Стерлигова. Повышенное внимание к перевозкам пассажиров, особенно в ночное время, депутаты Госдумы проявили после недавней аварии в Забайкалье. Напомним, в ночь на 12 июня на трассе Байкал опрокинулся автобус с паломниками. 35 пассажиров получили ранения, 14 человек погибли, в том числе и водитель. А в ночь на 2 июля в Татарстане произошла автокатастрофа с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Более 10 пассажиров в больнице, 14 человек погибли, среди них есть и дети. Поэтому будем настаивать на запрете перевозки пассажиров ночью на автобус. Ну хотя бы два водителя, для обязательной остановки лёда. Ничего нет, сел и поехали. Регулярные дальние рейсы в ночное время из Великого Новгорода совершаются только в Ригу. Перевозку осуществляет латвийское транспортное предприятие. Рейсы на Ригу у нас отправляются в среда и воскресенье, 18.20. С 4-й посадочной площадки. Перед этим водители отдыхают. Работа водителей регулярных рейсов давно налажена и подконтрольная. Тут всё в порядке. Что касается ночных перевозок новгородскими транспортниками, то они происходят, как правило, эпизодически или вообще разово под заказ. Как нас заверили в транспортной инспекции, и здесь серьёзных нарушений нет. Есть замечания по ведению режима труда и отдыха, то есть по отношению работы с приборами регистрации, а в основном режим труда и отдыха спределяется. К счастью, трагедий, подобных Забайкальской, и той, что произошла в Татарстане, у нас в Новгородской области на дальних рейсах не было. И тем не менее, ДТП с участием междугородних автобусов и маршруток в регионе всё же случались. Несмотря на относительную благополучность нашего региона в плане пассажироперевозок, в Новгородской областной транспортной инспекции считают, что повышение ответственности перевозчиков на законодательном уровне необходимо и своевременно. Светлана Стерлигова, Андрей Константинов, Новости, Новгородское областное телевидение.